Дорогие друзья, приветствую именитых спортсменов и поклонников лёгкой атлетики, Её Величества, Королевы Спорта. Ещё два месяца назад, здесь, на легендарном стадионе «Динамо», мы зажигали огонь вторых европейских игр, восхищались победами и достижениями лучших атлетов Европы. Сегодня многие из них, в том числе и наши соотечественники, выступят единой командой, чтобы отстоять спортивную честь континента. Впервые в истории лёгкой атлетики состоится встреча Европы и Соединённых Штатов Америки на этом стадионе «Динамо». Принимать эти масштабные состязания для нас – большая честь и возможность вспомнить прошлое нашего стадиона. Стадиона, где выступили легенды спорта минувшего столетия – советские и американские атлеты. Тогда матчевая встреча СССР-США стала примером честной и бескомпромиссной борьбы. А главное, она стала символом стремления к политическому равновесию и мирному соперничеству между великими державами той эпохи. Убеждён, что и сегодня подобные спортивные состязания способны менять политическую ситуацию к лучшему. Мы рады встречать в Минске наших заокеанских друзей, спортивную команду Соединённых Штатов. Вы проделали далёкий путь. Вам пришлось адаптироваться к новым условиям и делать это быстро. Уверен, что белорусское гостеприимство, тёплые встречи зрителей помогут вам продемонстрировать на арене максимум своих возможностей. Безусловно, мы будем горячо поддерживать всех спортсменов. Это в характере толерантных и открытых миру белорусов. Мы точно знаем, кто бы ни победил, мы, миллионы болельщиков со всего мира, станем свидетелями рождения новых легенд лёгкой атлетики. И пусть на арене стадиона «Динамо» торжествует сила воли, целеустремлённость и благородство. Пусть борьба будет красивой, а победа честной. Ну и в заключение, уважаемые друзья, мы хорошо знаем, конечно же, с подачи наших друзей Себастьяна Коум, товарища Хансена, что в 2021 году состоится такой же очередной матч. Они проходят один раз в два года. Но в связи с тем, что в Соединённых Штатах Америки будет проводиться чемпионат мира, по правилам такой матч, а его должна принимать после Европы Америка, состояться там не может. Уважаемые друзья, Коу и Хансен, мы вам предлагаем провести эти два года в Беларуси, не торопитесь, ни в Европу, дальнюю, ни в Америку. А через два года, если вы нам поручите, мы проведём ещё на более высоком уровне подобный матч. Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей Соединённых Штатов Америки. Уточняю, чтобы не заподозрили в нехорошем, как будто мы Америку хотим присоединить. На эти дни, если вы нам доверите, Минск станет столицей США, потому что США должны проводить этот матч. С Дональдом Трампом мы договоримся. Он победит на выборах, и, я думаю, появится здесь, на этом стадионе, как я уже сказал, столице очередных легкоатлетических игр матча века. Я думаю, вы мою просьбу уйдёте, как когда-то учли мою просьбу о проведении этого торжества. Вы подарили нам праздник, подарили праздник белорусам. Мы, белорусы, никогда не оставались в долгу. Спасибо вам огромное. Добро пожаловать, лёгкая атлетика, на легендарный стадион «Динамо» в Минск. Международный матч по лёгкой атлетике Европы-США объявляется открытым. Добро пожаловать, что в матче Европы-США объявляется открытым. Продолжение следует... Добро пожаловать! Продолжение следует...